В новом учебном году в Ешкар-Але при гимназии номер 14 открылся ресурсный класс для особенных детей. Проект реализуется при поддержке фонда грантов президента России, общественной организации «Особая семья». Теперь и ребята с ограниченными возможностями здоровья сели за парты в обычной школе. С началом нового учебного года каждый ребенок для себя открывает что-то новое и интересное. И эти ребята, так же, как и все свои сверстники, идут в школу за новыми знаниями. Они с виду совсем обычные, но в жизни особенные. Эти дети по-другому видят мир. Цвета для них ярче, а звук громче. У них особое восприятие происходящего. Восемь ребят с расстройством аутического спектра впервые получили уникальную возможность учиться в обычной школе в ресурсном классе. С 1 сентября у нас тоже работает класс для детей с расстройствами аутистического спектра и детей с множественными нарушениями в развитии в Семеновской школе имени Архипова. И вот как раз в гимназии номер 14 открывается второй класс. Конечно, говорить о том, что это большое значение как для родителей, но и самое главное для детей с расстройствами аутистического спектра колоссальное. Почему? Потому что дети с тяжелым диагнозом, с тяжелыми нарушениями, эти дети, которые практически не ходили в дошкольной образовательной организации, не ходили в образовательной организации. Поэтому, конечно, вопросы социализации, обучения для таких детей очень важны и очень актуальны. Проект «А у нас ресурсный класс» на базе столичной гимназии номер 14 – это результат победы региональной общественной организации «Особая семья» в конкурсе грантов президента страны. В этом классе специальная мебель и оборудование. Теперь здесь ребят постоянно будут сопровождать профильные педагоги, тьютеры. Я мама ребенка с расстройством аутистического спектра. И меня, конечно же, волновала проблема и вопрос, как ребенок пойдет в школу. То есть, садик заканчивается и что будет дальше. Естественно, я мониторила, узнавала, как это происходит в других регионах. Узнала, что есть такая модель обучения «ресурсный класс». То есть, это при обычной школе создается некая зона, где дети с расстройством аутистического спектра при помощи тьютеров, специалистов, готовятся к тому, чтобы войти в класс с обычными своими сверстниками и обучаться по своей индивидуальной программе. Сейчас у ребят начался так называемый подготовительный период. Ежедневно в школе они находятся не больше двух часов ввиду индивидуальных особенностей ребенка. По словам педагогов, со временем все они перейдут в общие классы, где получат возможность влиться в школьный коллектив. Если говорить о социализации детей, которые имеют такой вот диагноз, это очень хорошая возможность попытаться социализироваться в обществе, чтобы они вошли, научились коммуницировать с другими детьми, с самим социумом, находить какие-то перспективы дальнейшей интересной жизни для себя. Специалисты, да и родители особенных детей уверены, что люди с расстройством аутического спектра способны полноценно жить в обществе, и для этого им нужна вовремя оказанная специальная помощь и подход. Все это лучше воспринимается в детстве. Этот класс нам дает в первую очередь социализацию наших детей. То есть они находятся в обществе с обычными детьми. Таким образом они адаптируются к жизни, могут обучаться различным навыкам, то есть находиться в обычном здоровом социуме. Проект общественной организации пилотный и рассчитан на полтора года. Но и после этого работа будет продолжена, пока каждый из учеников ресурсного класса не закончит школу. За это время здесь будет сформирована команда профессионалов, которые в дальнейшем продолжат работать с особенными детьми. Редактор субтитров А.Семкин